Здравствуйте! Сегодня у нас разговор по существу с депутатом Государственного Совета Чувашской Республики, членом фракции «Справедливая Россия» Игорем Маляковым. Игорь Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Игорь Юрьевич, недавно вы объединились с другими фракциями в Госсовете и осудили исключение из Конституции Республики слова про государство. Можно ли сказать о каком-то едином мнении политических противников? Вы знаете, мы не в первый раз уже объединяемся оппозиционными фракциями. Первый раз мы объединялись чуть больше года назад. Но сейчас настал такой момент, когда мы считаем, что вопрос о том, что из себя представляет Чувашская Республика, это государство или это нечто другое, является принципиальным. И здесь мнение трех наших фракций – фракции «Справедливая Россия», фракции ЛДПР и фракции КПРФ – совпали. Поэтому мы коллективно обратились в Верховный суд Чувашской Республики, заявив о том, что как по процедуре, так и по сути данное решение было принято неправомерным. К сожалению, 28 марта судья Верховного суда Чувашской Республики Семенов, рассмотрев наше обращение, отклонил его, заявив о том, что мы имеем право на апелляцию в том же Верховном суде Чувашской Республики. Но по сути, это вопрос не Верховного суда Чувашской Республики. Нас сразу отправили в центр, в Конституционный суд Российской Федерации и посоветовали. Пишите прямо туда. С исчезновением слова «государство» возникла совершенно странная ситуация. Надо, если уж серьезно подходить к этому вопросу, менять наименование самой республики. Надо менять наименование Государственного совета Чувашской. Какой он, Государственный совет, если слова «государство» нет? Это областное собрание депутатов. Наименование многих органов, которые работают на территории Чувашской Республики. А в других национальных республиках такого нет? Вы знаете, это же очевидно. Когда из федерального центра сказали, давайте мы будем менять наименование президентов, почему-то Чувашская Республика оказалась в числе самых первых. У нас теперь не президент, у нас теперь глава. Ну ладно, бог с ним. Хотя наша фракция «Справедливая Россия» выступала против этого. А в Татарстане, например, там люди посмотрели и сказали, что мы еще посмотрим. Теперь, после того, как у нас теперь нет президента, а есть глава, дело пошло дальше. Теперь уже у нас нет и государства, собственно говоря. И у меня складывается такое впечатление, что те, кто руководит действиями нашей нынешней исполнительной власти из Москвы, они слишком увлеклись идеей того, что чувашский народ смирный, что чувашский народ податливый, что можно один эксперимент проводить, другой эксперимент приводить. А ничего, они, так сказать, потерпят. Хотя мы считаем, что вся история чувашского народа, а я говорю об истории чувашского народа и о чувашском народе, и, кстати, мы сидим на чувашском телевидении, я вот первый раз здесь у вас хотел пожелать вам успешной работы, вы молодая организация, но вы существуете для того, чтобы подчеркнуть, существует национальность, существует такой народ. Причем я хочу сказать, что это не просто народ, а народ уникальный, потому что, извините меня, начиная с Ивана Яковлевича Яковлева, стремление чувашского народа, оно было к образованию, оно было к получению высокой культуры. Вы думаете, может быть, что в ближайшем будущем вообще хотят упразднить нашу республику? Да, это очевидно. Нашу республику? Это очевидно. Присоединить кому-то? Да, но нет, даже не присоединить, это слишком быстро и слишком опасно. С Чувашской областью, да? Да, вот начинают пробовать, я не знаю, как это назовут. Какие будущие, вот следующие ваши действия, вот Верховный суд вам отказал, дальше что вы будете делать? Ну, значит, я сразу скажу, что мы не остановимся, мы пройдем апелляционную стадию, мы дойдем до Конституционного суда Российской Федерации, я полагаю, что и остальные фракции ЛДПР, КПРФ нас поддерживают, если нужно, мы поедем дальше. Почему? Потому что мы все-таки надеемся, что благоразумие, оно возьмет вверх. Мы выступаем исключительно за мирные пути решения проблем, законные пути решения проблем. И мы сейчас, с одной стороны, пойдем к правовому пути, а с другой стороны, мы продолжим усилия и посмотрим, а кто же готовил документы? Кто предложил депутатам такой вариант Конституции, в котором не было слова государства? 22 мая прошлого года принимали поправки, и в пояснительных документах, в пояснительные записки, в таблицах поправок не было ни одного упоминания о том, что слово государство убирается. Поэтому я и говорю, что не слишком честно кто-то поступил с вопросом о том, что теперь Чувашская республика, она не государство. Мы-то считаем, что укрепление государственных, федеративных основ нашего государства – это единственный путь, который сохранит на территории России, которую мы все любим и в ней хотим жить, но сохранит на ее территории мир. Спасибо большое, Игорь Юрьевич, за ваше мнение. Напомню, что сегодня по существу мы говорили с депутатом Государственного совета Чувашии, членом фракции «Справедливая Россия» Игорем Маляковым. Игорь Юрьевич, за ваше мнение.